У меня всю жизнь было такое ощущение тянущее в школе, в институте, как будто я занимаюсь чем-то нормальным, а все как будто, знаете, ничем не хотят заниматься. Я думал, это я ненормальный, или за ничем не ненормальный. Нет, конечно. Офис первый был в кафе Мясницкой, а потом был офис на Малой Мясницкой, потом был офис на Маяковской, 300 квадратов. Следующий раз здесь, это класса, это хороший офис, большой. Что вообще делают, для меня тигра. Мне очень нравятся вот эти окна, мне нравится вот этот промышленный вид. То есть, именно так примерно сейчас и выглядит бизнес в России. То есть, он не такой красивый, как хотелось бы, но вот он строится, развивается, работает, пыхтит. Мне кажется, есть энергия, просто прям так и приют, как он ходит. Есть такое. Я из Чебоксара, это город на Волге, такой маленький, на европейский городок похожий. Родился в 1987 году. Росли мы в 90-х, соответственно. Я помню, как мама лук кушала с хлебом, потому что вообще не было еды. В 12 я начал дворы мести. Вот это я помню. До этого бутылки сдавал. Родители кормили, поили, было где жить, а на свои желания, ну, надо было самому. Было всегда стремление не сидеть на месте, что-то делать, предпринимать. Вот мы предпринимали, на телевидении программу свою сделали, я рекламу продавал, а у меня страшные заикания. Я сейчас, но вот я на интервью, его нет, а в жизни нет. Это как, понимаете, месячное голодание, надо из него правильно выходить, потому что вы погрузились сейчас. Ну, вот ты приехал в Москву, тебе 17 лет, что было дальше? Ты пошел учиться? Конечно, естественно. Шесть университетов. Где ты учился в Москве? Российский государственный гуманитарный университет, в факультет политологии. Как появилась своя компания? Вот ощущение от себя, что ты крутой, а денег ноль. Увидел какое-то объявление, смотрю, курсы для детей, там, публичные выступления какие-то надо преподавать. Ну, пошли туда работать. Быстро стал, там, как водитель, направление. Потом, правда, начал учить собственника, как ему дела делать, потому что я видел, как все неправильно устроили. Со скандалом ушел, это моя типовая была ситуация. Я понял, что, значит, надо самому. Я, если честно, если вы спросите, чем я занимаюсь, я до сих пор не могу это точно сформулировать. Я методолог образовательных процессов, наверное. Я две школы свои организовал по Москве, вот, для подростков. То есть ко мне стали родители массово приводить детей. Это все работает сейчас, существует? Ну, сейчас трансформировалось. Мы создали такую классную среду детей, которые интересовались как-то образованием, развитием себя, фотографией. Я параллельно вел там всякие публичные, обучал публичным выступлениям всяких депутатов, топ-менеджеров. Я на этом зарабатывал деньги просто, да. Потом была у меня встреча с Мишей. С Мишей встречу все перевернул, потому что у Миши был очень большой опыт в бизнесе уже. Он делает так, что у него в день на его сайт заходят 2000 клиентов. Он начинает работать над конверсией и добивается отличной конверсии в 1% в покупку. То есть из 2000 людей, которые заходят к нему на сайт, 20 у него покупают. Мы внедрялись, мы делали людям сайты, настраивали воронку продаж, отдел продаж. То есть мы занимались маркетингом под ключ. Вы создавали что-то? То есть вы создавали что-то? Или вы, не знаю, разводили людей? Нет, конечно. Нет, подожди, что мы начали внедряться в оборот компании, считать заказы, что напрямую влияет на оборот компании. Потом захотелось поиграть в что-то реальное. Потом была, значит, цветочная компания, светодиодная компания. Я не один, есть Миша, а Миша еще. Светодиодная, растет, цветет и пахнет. Вот здесь убийственные парни и женщины. Это продажники. Продают наши занятия, продают сервисы. Это наш кабинет. Здесь Саша, Мишка, Данблэ. Вот здесь я, вот здесь я работаю. Это твои кумеры, у вас и общие кумеры. Стинг, Эмми Уайнхаус и Джокс. Это мастера своего дела. Вот что мы с целью. А это? Распиранский. Гениальный государственный деятель начала 19 века российский, который предложил первую проконституцию. Это Кирилл Буковский. Краткость и Германский. Мне легче концентрироваться, например, на одной задаче. Подмен новых людей, команду. То есть запустить что-то новое. А бизнес ведь это не только покорение новых совершенно, но это каждодневное, обычное выполнение задач, отдел продаж, финансы, переводы, налоги. А то есть тебе легче что-то начать, новое, но тебе трудно это удержать. Естественно. Сердце бизнеса всегда бинарно. Есть человек-кактунг, есть человек-система. То есть вот эти два должны быть вместе. Я человек-кактунг. То есть я тот, который вырос с Сашкой. И нужен всегда тот, который уравновешивает. Саша у нас человек, на котором, по сути дела, держится компания. Ну вот сейчас твой хлеб это что? Образовательные курсы по бизнесу. К нам очень много приходит людей уже с бизнесами, которые в новичке. Объясни в общем и целом, что за тренинги ты ведешь? Это такая обучающая система, состоящая из многих компонентов. Это и встреча с наставниками, и встреча в группах, и ежедневные задания, которые люди делают, и тренинги тоже. И за два месяца 21, 23,6% наших участников зарабатывают больше 100 тысяч рублей чистыми на своем деле, который они выбрали. Это и опт, и строительство, и детские праздники. Птиц Гнесин, композитор. Что делать? Да начали с реальных вещей. То есть привлечения клиентов. И отбили вложения свои в размере 300 тысяч в первый месяц. Прекрасно функционирует школа, 14 преподавателей на нее работают. Да, вот человек, вот эта модель. Ей больше всего нравится преподавать, обучать других людей, играть на футбол. Но у нее есть деньги, у нее есть школа, у нее есть ученики. У вас на сайте, в разделе «Наша философия» есть такой постулат. Мы производим людей, которые думают иначе. Как можно производить людей? Когда человек становится из рефлексатора деятеля, когда он зарабатывает на первой стоять 150 тысяч рублей с нуля, или начинает нормально управлять своей компанией, и понимает, что он не жертва обстоятельств, а то, что он сам создает все, что вот есть, он думает иначе. А что, любого человека ты можешь убедить в том, что он способен на большее? Нет. Не любой спрашивает. Вот был какой-то страх, какое-то стеснение, что ты испытывал? Панический страх. Всегда. Сейчас страх есть, когда ты выступаешь перед новой аудиторией? Перед новой аудиторией всегда есть, конечно. Вот что я умею делать? Знаете, я умею брать практику бизнеса, ту, которую мы изучили, ту, которую мы прошли на собственном опыте, и объяснить человеку это на пальцах, на раз, два, три, еще и с юмором. Кстати, кто из вас работал по найму? А кого из вас это бесит? Вот вы и дураки. У вас то же самое в бизнесе будет. Если вы с работы бежите, потому что вам там не нравится, то же самое будет в бизнесе. Слушай, ну а почему именно вот виниловые пластинки-то? Это что за фетиш? Это еще от папы. Я же с детства. Я Дэвида Боя слушал, когда мне было 10 лет. Папа художник у меня. Вот откуда все это? Вкусы музыкальные отходы. Я с папой тусовался в самом детстве. То есть это богема была. Ну такая. Сколько тебе было лет, когда ты заработал свой первый миллион? Ну, в принципе, не так давно. Сколько ты сейчас зарабатываешь? Ну, там, 3-4-5 миллионов рублей. То есть больше 3 миллионов рублей в месяц ты зарабатываешь? Да. Ну это постоянно увеличивается. Автомобиль себе позволит, какой я хочу, родители на Мальдиву. Ну, например, там, квартиру в Москве вот так пойти купить, я еще не могу. Деньги есть, да. Деньги есть. Денег по российским меркам. Хорошо. Цель какая. Ну, для начала, после того, как ты себя обеспечил, надо первое окружение свое. То есть это маму, папу родить. Не только там деньгами, но и жизнь как-то организовать. Я потом хочу, чтобы отца туристическое агентство было. Он начал увлекаться. Он художник, но вот он не рисует давно. Холодно. Чего только не сделаешь ради телевидения. Даже родителей встретишь. О! Все, привет. Привет. Мам, привет. Все. Пойдем. Перед днем рождения в Мазерате вдруг купился. Так и что? Я вообще не очень нравлюсь. Вот мой недостаток. А тебе это устраивает? Ты хочешь всем нравиться? Тебе это нужно? Ну, у меня не получается это делать. Чем больше человек со мной будет проводить время, тем больше я им буду нравиться. Мы только в самом начале. Пути, становлении, понимании себя. Теста моя задача построить большую и серьезную красивую компанию. Сделать бренд, сделать его всероссийским. То, что мы сейчас строим, мы строим, прежде всего, сервисную компанию для российского бизнеса. Это грандиозно. Ты можешь служить примером для подражания? Я могу служить примером для подражания в том плане, как человек, без каких-то специальных способностей нашел себя в жизни. То есть ничего не предвещал, а он себя нашел в жизни. Вот с этой точки зрения – да.